Привет, друзья! Те из вас, кто читает мой новостной паблик, прекрасно знают, что Microsoft одобрили разработку уже двух нативных портов под Linux. А Фил Спенсер еще в прошлом году посетил офис Valve, утащил оттуда Steam Deck и теперь хвастается им на видеоконференциях. Ну, как говорится, хороший флекс дороже денег. Между Valve и игровым подразделением Microsoft развиваются очень необычные отношения. Обе компании будут процветать, если будет процветать ПК-гейминг. Однако видение того, каким должно быть будущее ПК-гейминга, у них принципиально отличается. Мы знаем, что Фил Спенсер запускал на Steam Deck Halo и Age of Empires. Мы знаем, что некоторые проекты Xbox Game Studios уже прошли верификацию на Steam Deck. А пятая Forza Horizon даже вошла в список игр, которые Valve рассылали вместе с пресс-китом Deck. Мы знаем, что в те времена, когда Linux еще не поддерживал все современные античиты, Microsoft оставили возможность линоксоидам поиграть в одиночную компанию Halo из коллекции мастера Чифа, разрешив запускать ее без установки клиента Easy Anti-чит. Однако за пределами таких подмигиваний мы не видим от зеленого гиганта никаких открытых действий по сближению с Valve, потому что для них Valve являются конкурентами. Valve продолжают удерживать львиный кусок ПК-рынка. По-прежнему многим ПК-геймерам покупать игры в Steam кажется более привлекательной сделкой, нежели арендовать их во временное пользование через Xbox Game Pass. Мы понимаем, что пока Steam живет и процветает, у Microsoft Store нет ни малейшего шанса разрастись в нечто большее. А Гейб тихой сапой пытается положить конец монопольному статусу Windows, аккуратно толкая гейминг на Linux к его величию. Более того, в своих начинаниях Valve обрели неожиданного партнера в лице Sony. Напомню, они предоставили Valve ранний билд ПК-версии Бога Войны, чтобы те успели обновить протон к официальному релизу. И God of War с первого дня прекрасно работает на Linux прямо из коробки. Я уже фокусировал на этом внимание в момент релиза ПК-версии, но меня до сих пор не отпускает восторг и удивление от мысли, что вам не нужна винда, чтобы поиграть в один из главных релизов года. Это фантастика! Как очень метко заметили в комментариях у меня в паблике, Бог Войны со Steam-контроллером на Linux? Расскажи это кому три года назад подняли бы насмех. Ну а теперь это часть нашей реальности, которую Valve очень упорно создают на протяжении десяти лет. Пока PlayStation готовит ещё больше своих эксклюзивов к выходу на ПК, а Шухей Йошида радостно катает Бога Войны на Steam Deck, Microsoft с большой осторожностью подступает к сотрудничеству с Valve. Фил Спенсер очень грамотный руководитель и хороший стратег. Он понимает, что единственным залогом успеха бренда Xbox является доверие игроков, поэтому старательно аккумулирует народную любовь выгодными акциями и эпическими сделками. В конце концов, это именно он вернул игры Xbox в Steam и долгое время держал приятную региональную цену, о которой по всей видимости мы с вами скоро забудем. Кроме того, он неоднократно говорил, что хочет видеть Xbox Game Pass на как можно большем количестве устройств, что для некоторых стало лучиком надежды появления Game Pass прямо в Steam и в том числе на Linux. Однако у нас нет оснований уверенно считать, будто Game Pass обязательно появится на Linux в том же виде, в котором он доступен на винде. Едва ли Microsoft решат помочь своему конкуренту подкосить положение винды на рынке. Да и я не могу себе представить контракт между Microsoft и условно какими-нибудь скворечниками о том, что их игра сможет появиться в Game Pass только после того, как они выкатят билд под Linux. Будем честны, это крайне маловероятно, и будущим владельцам Steam Deck стоит рассчитывать на Game Pass только в виде браузерной версии xCloud. Об этом как минимум позволяет спекулировать тот самый твит Фила Спенсера, в котором он сообщает, что тестировал xCloud. Многие надеются, что поиграть в игры с Game Pass на Steam Deck можно будет установив Windows. Однако я не воспринимаю этот сценарий как весомую альтернативу. Всё же Linux отличается гибкостью и демократичностью в плане требований к ресурсам системы, а Valve позаботились о том, чтобы необходимые драйвера и правки были запечены прямо в ядро операционки. Так что скорее всего xCloud действительно станет единственным способом поиграть в каталог игр Xbox Game Pass на Steam Deck. Во всяком случае, на момент выхода этого видео обратного заявлено не было. Другое дело, я сомневаюсь, что поражённые линуксоиды вообще захотят нести деньги Microsoft. Всё Linux-комьюнити пропитано невероятным уважением и любовью к Valve за их долгосрочные инвестиции в Пингвина. И среди красноглазиков позиция «я не стану покупать игру в EGS, даже если её нет в Steam» слышна гораздо чаще. Однако из всей сдержанной политики руководства Xbox выделяются два случая. Вторых – Психонавтов и третий – Wasteland. Обе игры вышли после того, как Microsoft поглотили студии InXile Entertainment Брайана Фарга и Double Fine Тима Шейфера, и обе студии занялись разработкой нативной версии под Linux. Неужели Брайану Фарга или Тиму Шейферу удалось уговорить Фила Спенсера сделать первый шаг навстречу Пингвину? Ну, на самом деле – нет. И внимательные читатели моего паблика отлично знают, в чём тут дело. Обе студии, что InXile Entertainment, что Double Fine ещё до поглощения Microsoft вели активные краудфандинговые компании, в рамках которых обещали своим фанатам портировать игры на Linux. И при поглощении студии Microsoft попросту купила их со всеми обязательствами перед прежними инвесторами, которые и надлежит исполнить. В том, что вторые психонавты и третий Wasteland выходят на Linux, на самом деле не стоит искать какого-то хитрого плана Microsoft. А вот будет ли нативная версия под Пингвина у следующей ролевой игры InXile Entertainment, которую они сейчас разрабатывают на Unreal Engine, мы не знаем. Как и не знаем, что станет с проектами Double Fine. Но что-то мне подсказывает, что у Microsoft таких планов нет. Компания потратила немало средств на поглощение нескольких десятков студий, и едва ли планирует финансировать узконаправленные порты на сравнительно небольшую аудиторию. Хотя здесь всё может изменить Steam Deck. Всё упирается в продажи устройства и настроение игроков. Если Deck окажется хитом, к чему есть все предпосылки? Возможно, менеджмент Microsoft всё же решит выпускать игры на конкурирующей платформе, рассчитывая на сверхприбыль. Именно так сейчас происходит серия Call of Duty, которую они всё же решили продолжать выпускать на PlayStation, ибо терять колоссальный денежный поток с микротранзакцией издательству не очень хочется. Мы с вами долгое время наслаждались тем, как Фил Спензер лихо сотрясал индустрию своими покупками и поглощениями. Руководство Microsoft щедро давало деньги на реабилитацию имиджа Xbox. Но скоро нам с вами предстоит увидеть, как именно компания планирует эти деньги возвращать. И не исключено, что сравнительно недорогое портирование игр на Steam Deck покажется им привлекательной бизнес-стратегией. Если так оно и сложится, первыми от этого выиграем мы с вами, ПК-геймеры. Ведь это значит, что в Steam будут выходить актуальные проекты двух конкурирующих платформодержателей. И все они будут доступны на Пингвине. А у меня на этом все, друзья. Спасибо вам большое за просмотр. Для вас свои мысли, голосы и геймплей записывал Павел Урлапов. Обязательно подписывайтесь на канал, бейте в колокол и заглядывайте в мой паблик ВКонтакте. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok